Я думаю, судя по тому, что нет пока что таких прям острых заявлений от представителей Минобороны и МИДа, что вот там американцы прикрывают террористов или что-то такое, как они обычно заявляют. Исходя из этого, скорее всего, мы предполагаем, что, видимо, действия группы Вагнера в том бою были не согласованы с нашими военными Минобороны России. Судя по всему, это была такая самодеятельность группировки Вагнера и некоторых сирийских группировок. Ну и к тому же, как мы знаем, американцы по линии предотвращения огня предупреждали наших арктических военных, что они сейчас нанесут удар. И наши, как известно из слов американских источников, наши военные отмахнулись, сказали, что наших военных там нет. Поэтому ради бога бомбите. Исходя из вот этих данных, мы предполагаем, что это была самодеятельность группы Вагнера, и поэтому тут сама группа виновата, и поэтому Минобороны решили сейчас так особо в стороне выступать, а просто от них отмахнуться. Ну, типа, сами виноваты. Мы пока оцениваем, что, скорее всего, погибшие. Сейчас вот имена все новые и новые появляются. Скорее всего, они будут появляться еще там неделю-полторы, потому что вести будет доходить до родственников, что их близкие погибли. Но мы думаем, что погибло там человек 20, может быть, 30 максимум. Там в цифры, в сотне погибших и более мы как-то не верим, потому что если там 100-200 погибших, то раненых должно быть еще несколько сотен. Итого, получается, там тысячный отряд. А тысячный отряд на земле – это колонна длиной там не менее километра. Соответственно, уничтожить ее так просто не получится. Нужен продолжительный масштабный бой. При этом американцы говорят, что они не действовали на добивание. Они сделали несколько ударов, чтобы наступающие силы отступили, прекратили огонь и отступили. И все, и улетели. Если исходить из их описания, то никаким образом там 200 человек положить так не получится. И мы полагаем, что погибло действительно все-таки там человек 20-30, может максимум. Именно россиян, наемников. Восемь человек мы точно можем прямо заявить, что вот конкретно имена 8 имен, они сотрудники группировки Вагнера, и они погибли в том бою. Ну, несколько имен мы еще проверяем и полагаем, что, судя по развивающимся событиям, будут новые и новые имена сейчас еще возникать в следующие дни. По российским наемникам у них, как правило, вообще нет профиля в социальных сетях. То есть видно, что информационная безопасность в группе Вагнера соблюдается намного более хорошо, чем в российских военных. По погибшим российским военным мы всегда находили их профили, там их друзей профили, их родственников. По группе Вагнера, как только находишь имя, вот всегда пытаешься человека найти, а у него профили уже все удалены, то есть заранее. То есть видно, что в этом плане у них намного лучше поставлена дисциплина. Во-вторых, да, действительно, с родственниками многих из погибших наемников люди из группы Вагнера контактируют и ставят условия, что вы не должны общаться с прессой, никому ничего говорить, только в таком случае вы получите компенсацию за погибшего вашего родственника. Цифра называется там порядка 3 миллионов рублей за человека. И поэтому многие родственники молчат. И сейчас та шумиха, которая поднимается, она в основном поднимается не самыми близкими родственниками, а дальними, то есть там дядями, тетями, двоюродными, братьями, либо просто такими прокромневскими журналистами, у которых есть свои источники в Минобороны. Потому что сейчас люди возмущены той ситуацией, что погибло много россиян, причем от удара нашего, скажем так, главного политического оппонента, американцев. И наши власти никаким образом не хотят на это реагировать и как-то даже возмущаться этому не хотят. Для них это ничего страшного не произошло, по их мнению. И поэтому возникает сильное возмущение и шумиха.